так при этом канале сегодня поговорим на тему смартфонов в общем то предлагаю обсудить распродажу который будет на тимуле в принципе на алиэкспрессе что-то подобное будет но преимущество тимула то что быстрая доставка товар уже на складах в москве и в общем то что в этом смартфоне интересно это real me c3 это 3 гигабайта оперативки 64 встроенной памяти дискового накопителя и цена вот возможно со всеми купонами со всеми скидками приобрести ванну чуть более 8000 рублей что является чуть более 100 долларов что для такого смартфона в принципе хорошая цена смартфон real me c3 достаточно популярен он был анонсированный от начал продаваться где-то в апреле мая 2020 года сейчас уже практически конец года и он до сих пор востребованный очень популярный он продается в снг очень неплохо его много где можно приобрести в россии в украине он побывал у всех обзорщиков у всех ютуберов всех блогеров на канале про этот смартфон у каких-то критических замечаний критических минусов каких-то вот таких высказываний негативных я практически не слышал есть у него конечно некоторые недостатки упрощения но который в свою очередь и сделали его цену вот на достаточно невысоком уровне и позволяет и удерживать на приемлемом уровне невзирая на рост курса доллара это нужно понимать то что даже без скидок он стоит менее 10 тысяч рублей даже если пойти просто в любой магазин что тени в любой ларек его там реально за 10 тысяч можно взять какие у него есть преимущества здесь они пишут 7 причин купить c3 производитель и поставщик понимаешь то смартфон популярный они хотят тут по максимуму его распродать процессор helio g70 это хороший уровень g70 имеет ядра cortex a75 что лучше чем просто голые ядра cortex a55 это дает возможность играть в современные игрушки это 170 170 175 тысяч баллов антути тройная камера но здесь тройная камера это такой спорный плюс здесь основная камера неплохая как все такую цену ну а макро модуль в 2 мегапикселя это не о чем тут нужно понимать что это чисто маркетинг визуально три камеры все-таки делать смартфон более-менее современный емкий аккумулятор на 5000 амперсов но тут есть минус то что это микро юсб вот этот плюс который все озвучивали я также не могу его скрывать здесь микро юсб это старый разъем которому больше десяти лет уже но тем не менее в принципе еще пользоваться можно сканер отпечатка пальцев как видно на задней спинке есть камер отпечатка пальца что в этой ценовой категории тоже неплохо это уже много где есть но есть еще смартфоны которых этого нету здесь эта функция есть экран сейчас полный дюйма большой экран хорошо читать но многие относили к минусам то что у него разрешение lcd матрицы и плюс разрешение 1600 на 720 фактически hd разрешение 720p многие считают это минусом я считаю это скажем в этой ценовой категории приемлемо и что самое интересное то что по принципу тех же консолей playstation 3 xbox 30 и даже тоже nintendo switch маленькое разрешение дает возможность на таком достаточно бюджетном слабом железе массово которая может производиться соответственно цены будут приемлемы на те либо консоли либо вот на смартфон как в данном случае это дает возможность запускать игры без супер мощного железа потому что разрешение full hd плюс будет требовать процессора которые но хотя бы там 280 тысяч на процессорах которые жмут до 200 тысяч hd плюс экран это совершенно нормальное явление тот же snapdragon 665 на hd плюс еще хоть как-то ворочил full hd он уже с трудом тянул там игры по 10 fps работали две сим-карты плюс слаб для карты памяти здесь полноразмерный лоток не гибридные а именно они комбинированные а именно вот уже как полноразмерных я его называют полноразмерный лоток для сим-карт это две симки плюс карта памяти она всего отдельно лоток большой все это туда стать но и оболочка релами его это неплохо она быстро легкая сама по себе неплохо оптимизирована что на 3 гигабайт оперативки дает возможность этим смартфоном комфортно пользоваться но единственное что мне я нравится то что этот цвет такой действительно очень голубой можно было сделать более темно-синим и вот по цвету то что видим серый цвет он такой в действительно очень как해서 вы feстрой мыши как такое не выразительный можно было сделать более глубокой глубокий такой черный цвет насыщенный от красный цветANK и красному цвету претензий нету но красный цвет мне как бы не интересен вот этот голубой цвет тоже не нравится его можно было более таким темным сделать более синим ну это уже дело вкуса при такой цене уже такие мелкие придирки они не актуальны как видим он может работать достаточно автономно долго 20 часов активности экрана что многие блогеры подтверждали своих тестах это в принципе хороший показатель но обратной стороной медали у него будет то что у него большая батарейка и нету быстрой зарядки заряжаться он будет очень долго но если вы его будете ставить не с него всаживать его в ноль оставить на зарядку когда у вас будет там процентов 30-40 их заряжаться до 80 до 90 он будет заряжаться ну более-менее вменяемо навигации тут игры в пупку можно все делать но от helio g70 игру это очень к этому процессору рекомендую присмотреться как и к этому смартфону это процессор который ставится вот таких бюджетных смартфонах но он может стягаться с некоторыми середняками 18 19 года при том что это уже такой бюджетник чуть ли не за 100 долларов а смартфон вот этот вот с этим процессором он действительно выгодно отличается от того что есть на рынке потому что самые дешевые сяоми они идут на медиатеке также но и там идут g25 g30 еще более старый p35 там реально тоже это я самый дешевый они идут на очень слабых процессор здесь g70 это возможность играть в современные придано везде на высоких настройках не везде там как хотелось бы там с хорошими настройками там или супер фпс но это возможность реально играть в новые игры ну кроме фортнайта то что фортнайт работает только на флагман и как видим вот здесь сравнились на драграм 439 этот процессор действительно там процентов на 50 70 мощнее чем 439 3 отдельных слота вот где нам сказали две симки карточка но это подытожить все сказано я могу сказать что этот смартфон он подойдет в какой-то мере людям которые вот нуждаются в недорогом смартфоне чтобы сразу чтобы быстро чтобы недорого и не копить там десять лет а вот реально купить и уже начинать пользоваться для тех кто хочет перейти там с айфона например на android вернуться либо для тех кто вообще очень старый смартфон там пяти семилетней давности для них этот смартфон некоторые его недостатки минусы они вообще не покажутся существенно поскольку у человека смартфон пяти семилетней давности здесь будет больше экран лучше батарея быстрее процессор лучше камера и человек каких-то недостатков просто не заметит переходить с флагмана на этот смартфон конечно смысла не имеет потому что у вас некоторые вещи ну будет просто раздражать это будет как бы не нормально и будет это бюджет постановит чувствоваться лести со всех дыр как говорится но для студентов школьников и вот людей которые берут в качестве второго смартфона для работы так чтобы можно было весь день что-нибудь там смотреть читать отправлять также есть и на все также нужно брать им на версию также повторюсь на 64 гигабайта у версии на 30 гигабайта нет в нси здесь все это сейчас проверим в характеристиках как видим характеристиках у нас есть вот упоминание и есть упоминание то что есть и нси вот это вот ключевое то что но опять же на тимуле продается уже с таким спрос тестом как видим здесь они сертифицированы в европе все соответственно все товары они в москве находятся и вот и на все у него есть это важно обратить на это внимание но и как видим большое количество отзывов тут таких каких-то негативных отзывов в принципе общения вот люди его получают вот обычный такой нормальный добротный бюджетник такое было мое мнение подписываемся на канал